МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Форсировать томь и прогнать врага". В Юрге 4,5 тысячи военных проверили свои умения. Последнее пристанище рогатых. В Новокузнецк снова забрел лось. Расти рыбка большая и маленькая. В Кузбассе химики начали выращивать хариуса и тайминя. С новостями дня вознакомят журналисты телеканала Мой Город. В студии Александр Каретин. Здравствуйте. Начнем с главного, а именно с безопасности жителей области на дорогах региона. Кузбассским водителям не позволят спать за рулем. Уже завтра некоторые пассажирские автобусы и грузовики-многотонники оборудуют специальными тахографами, которые помогут шоферам контролировать режим труда и отдыха. Работу проводят по требованию Министерства транспорта. За ее выполнение будет следить госавтоинспекция. А ответственность за нарушения будут нести не только водители, но и руководители предприятий. Это просто как воздух необходимо, потому что, как показывает практика, зачастую водители, в основном автобусов, работают и по 20 часов в сутки, значит, и по 12, по 20 часов в сутки идет переработка, отсюда усталость, концентрация внимания, ну, как следствие ДТП и травмы пассажиров. То есть, конечно, это необходимо. Об ответственности думают и народные избранники. Некоторое время назад на охотном ряду задумались о понятности кредитования населения, так как не раз россияне обращались с жалобами. Мол, процент указан на буклете 1, а платишь в несколько раз больше. Так вот, уже завтра кредитование в России станет более понятным. В силу вступят поправки в закон о защите прав потребителей. Согласно поправкам, банк обязан оговаривать и согласовывать в кредитном договоре одну прозрачную и понятную процентную ставку, по которой дается заем. Сегодня об этом пишет российская газета. Например, 10% годовых от суммы кредита. А так называемые сложные для понимания граждан, плавающие, меняющиеся процентные ставки, теперь маскировать запрещено. Это означает, что взяв 100 тысяч рублей в кредит под 10% годовых, вы должны будете отдать 110 тысяч рублей. И не больше. Военные Сибири, Поволжья и Урала протестировали свою боевую готовность. Президент Владимир Путин распорядился провести внезапную проверку войск Центрального военного округа. Сибиряки свои силы попробовали в Кузбассе. Соединения и воинские части 41-й армии совершили многокилометровые марши до полигона в Юрге. Там прошли масштабные учения, в них были задействованы более 4,5 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники. Моя коллега Наталья Тагмагашева впечатлилась мощью машин и силой духа военных. Миг проносится в считанные секунды. Самолет разведывает обстановку. По легенде учений, бой идет уже несколько дней. На Северную Федерацию, то есть на нас, нападают южане. Со вчерашнего дня за ночь враг мог поменять позиции. В разведку отправляют беспилотники. Они высоко в небе. Информация на земле. Наши атакуют воздушное пространство. В ход идут зенитки-иглы. Ракета должна сбить этот огонек, который изображает самолета юга. Иглы могут поражать цели, при этом обходить тепловые помехи противника. Бой не прекращается на земле. Врага бьют градом и ураганом. Так называются системы залпового огня. Появилась оранжевая дымовая завеса. Это значит, что тут можно пройти танком и личному составу. С помощью специального устройства удлиненного заряда разминирования обезопасили тропу. Противник наконец остановлен. Теперь войскам нужно овладеть правым берегом Томи. По легенде учений, враг успел продвинуться на 50 километров. Чтобы окончательно выгнать недруга, руководство Северной Федерации принимает решение форсировать реку. Атака ведется сразу в трех стихиях. В воздухе высадка десанта, в воде, собственно, форсирование реки и на земле пехота. По легенде, враг находится именно на этом берегу. В общем, если бы орудия были заряжены боевыми снарядами, нас бы уже здесь не было. Мощь военной техники впечатляет. БТРы за несколько минут пересекают реку. Вслед за ними на понтонах перевозят танки и оружие. Плавсредства двигают с помощью амфибий. На переправе работают военные, которые еще неделю назад трудились мирно. Участвовали в ликвидации последствий наводнения на Алтае. Рота Олега Дружинина возводила мосты. Вернулись со своей почетной миссией. Не успели толком отдохнуть, как начались учения. Впрочем, по словам ребят, после алтайских рек к форсированию ТАМИ не страшно. Мы наводили там мосты из паромов и также из тяжелых миксеринных мостов. Поэтому все военнослужащие прошли, можно сказать, боевое крещение, потому что там было горные реки, быстрое течение, каменистое дно. Учения оказались по-настоящему внезапными. Траву не красили и без внештатных ситуаций не обошлись. Так, во время форсирования ТАМИ заглох один БТР. Однако, как считают военные, это дополнительная проверка личного состава. Сложности и трудности, которые имели место быть именно в боевой учебе. И я считаю, что это не те проблемы, которые мы преодолевали, а именно то, что нас учит. Когда вот, как вы сказали, идет все гладко, тогда оно и не здорово. Солдаты не обучаются. А вот когда создаются нештатные ситуации... Враг разгромлен, с задачей справились, рапортуют военные в конце учений. Всего в них были задействованы больше 4,5 тысяч человек. Офицеры, срочники, контрактники и свыше 2 тысяч единиц техники. Проверили и себя, и машины. Результатом довольны. Вынесли определенные уроки. Главное, чтобы полученные в учениях знания не пришлось применять на практике. Наталья Токмагашева, Дмитрий Шилов. Новости моего города. А теперь о настоящих героях. Медалью за честь и мужество наградили почтальона. Елена Скворцова сумела дать отпор трем преступникам, которые пытались отобрать у нее сумку с пенсии кемеровчан. Благодаря женщине бандитов поймали по горячим следам. Другую награду за служение Кузбассу получил представитель династии конезаводчиков Владимир Варсобин. Он занял первое место на ежегодных конных бегах в памяти его отца. Звание Герой Кузбасса присвоили посмертно Александру Еремину. Он 48 лет жизни посвятил химической отрасли Кузбасса, пройдя путь от простого рабочего до директора Киселевского завода «Знамя». Награду получила дочь химика Марина Кулакова. Наркоконтроль планирует заметно улучшить ситуацию в регионе. В областной администрации прошло заседание антинаркотической комиссии. Основными вопросами стали реабилитация наркобольных и вступление в силу закона об обязанности наркозависимых пройти лечение по решению суда, а также усиление контроля за негосударственными организациями, которые занимаются излечением подобных больных. Есть уже структуры в других регионах, проверенные, сертифицированные, которые могут уже принимать наркозависимых. Это есть в Ставрополе, в частности, в Иркутске. Их немного. Если так, по России их можно набрать порядка до десятка. Где-то такие структуры, которые уже сейчас можно их использовать. Междуреченскому спасателю пришлось искать свою мать. Женщина с двумя подругами отправилась в лес за колбой и потерялась. Поиски шли три дня. Спасателям пришлось обследовать берега и тропы, облететь большую территорию на мото-дельтаплане. На четвертый день операции женщину нашли в 12 километрах от поселка Усинский. Сын-спасатель, который активно участвовал в поисках, обнаружил свою мать в тяжелом состоянии. Она была обезвожена, истощена и покусана насекомыми. Сейчас женщина находится в больнице. И к радости сына и всех, кто участвовал в поисках, ее состояние улучшилось. Спасатели постоянно находили следы ее пребывания. То есть либо следы, какие-то предметы, то, что она кушала, остатки пищи. И также в болоте обнаружили сапоги. То есть практически на второй день она завязла в болоте, оставила там сапоги и продолжала движение уже босиком. Что еще более осложнило ее пребывание в лесу. Новокузнецк стал любимым местом для прогулок лосей. Местные жители уже не первый раз замечают, как животные разгуливают по городу. В сети появилось новое видео, где лось отдыхает во дворе около подъезда и загораживает дорогу новокузнечанки. Напомним, визит в город для еще одного лесного жителя закончился трагедией. Несколько недель назад лось травмировался во время своей прогулки и умер около 31-й школы. Курьез или вопиющая несправедливость? Мы поможем вам стать героями телеканала «Мой город» или разобраться в непростой ситуации. Если вы считаете, что именно ваш сюжет заслуживает внимания, не молчите, снимайте видео и звоните на телефон горячей линии 8 933 300 0300. К другим новостям. Ценную рыбу в Кузбассе выращивают не для продажи, а чтобы пополнить запасы водоемов региона. В Новокузнецком районе второй год работает ферма по разведению ценных пород Хариуса и Тайменя. На протяжении трех месяцев работники выращивали несколько тысяч мальков для того, чтобы выпустить их потом в реку. Содействие специалистов Фонда дикой природы оказывают сотрудники Кемеровского азота. Подробнее в нашем сюжете. На мини-ферме по воспроизводству ценных пород рыб содержится порядка 250 тысяч мальков Хариуса. Сегодня у них будет выпускной. Маленьких рыбок отправят в реку, чтобы те подрастали уже в естественных условиях. Восстановлением природного баланса занимается Фонд дикой природы Кузбасса совместно с предприятием СДС Азот. В апреле происходит отлов производителей. Их содержат на ферме до тех пор, пока те не будут готовы к нересту. Затем искусственно оплодотворяют икру и дальше следят за ходом развития эмбрионов. Эмбрион вырастает до стадии личинки, которая постепенно превращается в малька. В этот раз результат по количеству полученных особей в три раза превзошел прошлогодний опыт. По сравнению с естественным нерестом, на сегодняшний момент, и учитывая прошлый год, у нас получилось, наверное, процентов 75-80 мы рыбки получили. То есть та, которая поднялась на плав, мы ее подрастили и готовы выпустить. Сформировавшиеся на ферме мальки более активны, чем те, что рождаются в естественной среде. Это неудивительно, когда рыбок переводят на самостоятельное питание и используют исключительно импортные корма. Кроме того, ценные породы рыб нуждаются в особых условиях содержания. Это не только инкубационные аппараты. Бассейны, в которых выращиваются мальки, забиты дорогостоящим оборудованием. С системой водоочистки, ультрафиолетовым стерилизатором, кислородным концентратором и так далее. Специалисты Кемеровского азота не только спонсируют фонд, но и сами принимают участие в зарыблении водоемов. Проект мы реализуем на протяжении нескольких лет. Это не только обязанности СДС «Азор», а это по большей части понимание нашей ответственности перед природой Кузбасса, так как мы живем и работаем в Кузбассе. Как говорится, река Томи – это наша главная речка Кузбасса, главная наша артерия. Ну и все-таки помогать природе – это наш лозунг и девиз в гармонии с природой. Поэтому мы его в полном мере реализуем именно вот такими вот проектами. Сегодня в дальнее плавание отправляют около 60 тысяч мальков Хариуса. Каждая рыбка невелика, но этого веса, по словам специалистов, вполне достаточно для того, чтобы мальки смогли выжить в естественных условиях. Для сравнения, рыбки, рожденные в водоемах, менее стойки. По статистике, выживает примерно один из тысячи мальков. Мы планируем только увеличить и нарастить количество и разнообразие видов редких и особо ценных пород рыб, зарыбляя водоемы области. Второй год фонд «Дикой природы Кузбасса» вместе с предприятием СДС «Азот» занимается воспроизводством рыбных запасов в сибирских реках. Основное направление деятельности – разведение Хариуса и Тайменя. За последние годы численность ценных пород рыб в регионе сократилась в несколько раз. А подобное зарыбление водоемов должно привести к восстановлению их популяции. Людмила Елинсова, Елизавета Черняк, Константина Лехина. Новости моего города. Праздник для всех возрастов. Но в Кузнецке отметили День молодежи. Мероприятие, организованное телеканалом «Мой город» и радиостанции «Европа плюс», объединило людей разных поколений – любителей активного и спокойного отдыха. С самого утра до позднего вечера горожан поздравляли известные ведущие и диджеи южной столицы Кузбасса. О том, что еще происходило в парке культуры и отдыха «Водный», расскажут мои коллеги. Суровые новокузнецкие парни обули калоши, чтобы поиграть в футбол. В необычном турнире, организованном на День молодежи, участвуют восемь команд. Игроки признаются – в калошах весело, один недостаток – жарковато. Зато тот футболист, с которого они ни разу не слетели, может считать это небольшим личным достижением. В числе таких счастливчиков оказался Александр. Игрока команды «Х» признали лучшим в турнире и наградили кубком. Большая удача, учитывая то, что команда собралась спонтанно и безо всякой подготовки. Даже несмотря на это, последняя, самая тяжелая, по словам финалистов, игра принесла им победу. Ну, очень приятно, столько внимания, что… Хотя команда вся старалась, все играли. Если бы не команда, я бы не был лучшим игроком. В жаркий летний день в парке «Водный» не протолкнуться. Организаторы праздника позаботились обо всех видах отдыха. Пока одни купаются и наслаждаются палящим солнцем, другие активно проводят время. Участвуя в различных состязаниях, не только спортивных, горожане получают подарки. Здесь организовано очень много всего, что любят, собственно, молодые люди. Это, конечно же, летом, в жару, активный отдых, волейбол, пионербол, футбол. Все это уже у нас здесь было. Сейчас уже ближе к вечеру. Тусовки организуем. Одним словом – драйв. Вот это главное слово этого дня. Молодежь, драйв, телеканал «Мой город» и Европа в Люсново-Кузнецк. Эпицентр праздника – сцена. Перед гостями выступают известные исполнители и диджеи города. На закате здесь становится еще жарче. На десерт лучшие хиты в исполнении Романа Иванченко – популярного шоумена и любимца новокузнецкой публики. Певец представил слушателям очередной музыкальный проект «Стереолайн». Все это может показаться каким-то тривиальным, но это все очень круто. Молодежь активная, позитивная, всем классно. Все отдыхают, купаются, природа, свежий воздух. Я считаю, сегодня это тренд просто. Ну и, естественно, классная музыка на сцене. У нас и живые вокалисты, и группа позже будет, и диджеи играют современную музыку. День молодежи отмечали с утра до позднего вечера. Для новокузнечан стартовала череда летних праздников. Уже через неделю жители южной столицы Кузбасса отметят еще одно масштабное событие – День города. А там и до главного праздника Кузбасса – Дня шахтера недалеко. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города. Снежный человек разбирается в модных гаджетах. Новокузнечане продолжили отмечать День молодежи на самой кузбасской вечеринке от телеканала «Мой город». Наша съемочная группа побывала на «Эти-пати» и убедилась, что после 12 начинается самое интересное. В жизни надо успеть попробовать все. С такими мыслями Андрей впервые пришел на «Эти-пати» и тут же устремился к сцене, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов от телеканала «Мой город». На этот раз задача снежного человека – понять, насколько хорошо гости вечеринки разбираются в собственной технике. Участники наперебой демонстрировали возможности своих телефонов. Пока что Андрей – простой студент и не может похвастаться дорогим гаджетом. Но несмотря на это, именно он забрал главный приз. Как бы не ожидал, но все равно надежда-то умирает последней. Почему бы нет? Это же все вольный случай. Почему бы нет, согласитесь? Это не единственный розыгрыш, который «Эти» приготовил для гостей. Молодые люди только успевали участвовать в различных конкурсах, а в перерывах между ними заполняли танцпол. С каждым разом гостей вечеринки становится большим. Появляются новички и обязательно приходят те, кто бывал здесь неоднократно. Телеканал «Мой город», как всегда, оригинально поздравляет горожан с великолепным праздником. Сегодня мы празднуем День молодежи. И на вечеринке «Эти-пати» нас ждет огромное количество подарков, различных розыгрышей и великолепное настроение. Каждая «Эти-пати» сопровождается выплеском энергии. Эта вечеринка стала логичным завершением Дня молодежи. Но гости не смогли утомить снежного человека. И уже через месяц «Эти» вернется к ним снова, чтобы провести очередной праздник. Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. Это все на сегодня. А прямо сейчас Георгий Демин расскажет о чудо-женщине, которая мало того, что гадалка, так еще и наполовину леса. До встречи. Здравствуйте. Тем временем блогеров шокирует женщина-леса в пакистанском зоопарке. Одна из основных достопримечательностей в зоопарке Карачи в Пакистане – Мумтаз Бегум Африка Вали – мифическая полу-леса-полуженщина. Такое сочетание привлекает большое количество посетителей. Остроумные ответы на вопросы и талант гадалки моментально делают номер хитом у любых зрителей. От мала до велика. Не заметить мисс Мумтаз Бегум невозможно. Организаторы объявляют о ней довольно громко. Когда люди заходят внутрь Монтез Мехел, здание, где она находится, сначала они видят лису, скрытую стеклянным футляром. Неожиданно для зрителей вместо головы лисы появляется голова женщины. У нее яркий макияж и почему-то она особенно нравится маленьким детям. На них, видимо, рассчитана и автобиография Мумтаз Бегум, которую она рассказывает гостям. «Я родилась в Африке 35 лет назад. Люблю пироги и фрукты». После короткого монолога начинается разговор с посетителями. Женщина-лиса отвечает на вопросы на нескольких языках. Конечно, Мумтаз Бегум никакое не мифическое существо, а просто нехитрая иллюзия с чучелом лисы. За годы существования аттракциону эту роль играли несколько мужчин. По словам директора зоопарка, мужчины подходят лучше, так как в экстренном случае могут дать отпор обидчику. Сейчас полу-лесу играет 33-летний актер Мурат Али, который, в свою очередь, унаследовал эту роль от отца 16 лет назад. Это странная работа, но Али действительно счастлив. Люди, которые посещают зоопарк, уходят счастливыми. Это делает счастливым и меня. Жизнь очень коротка, и ее нужно проводить даря улыбки другим, считает он. С этим спорить сложно, но работа действительно странная. Тем временем оставайтесь с нами на сайте моего города. Смотрите и делитесь с друзьями хорошими новостями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова